Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 6 лучших процессоров от AMD на 2022 год. В него попали как бюджетные, рассчитанные на простые задачи вроде серфинга в интернете, так и топовые, игровые и профессиональные процессоры. Цены разные, от 5 до 70 тысяч рублей. При составлении рейтинга я обращал внимание на тактовую частоту, количество ядер и потоков процессора, тепловыделение, наличие встроенной графики, объём кэша памяти и, конечно, цену. А чтобы быть максимально объективным и выявить плюсы и минусы каждой модели, я изучил обзоры и тесты экспертов, а также отзывы покупателей. Прежде чем приступить к просмотру, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых рейтингов и обзоров. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. На шестом месте AMD Athlon 200GE. Это самый дешёвый процессор из представленных в топе. Пожалуй, начнём с основного плюса в виде цены. А стоит он всего 5500 рублей. Для процессора это сравнительно небольшой ценник. И за эти деньги мы получаем стабильно работающий процессор с двумя ядрами и четырьмя потоками на частоте 3400 МГц и со встроенной графикой Radeon Vega 3. Этого вполне хватает для просмотра видео и серфинга в интернете. Кэша также немного. Всего 1 МБ L2 и 4 МБ L3. Среди преимуществ низкое тепловыделение, хотя изготовлен процессор по старому техпроцессу 14 нанометров. Производитель заявляет TDP в 35 Вт, значит подойдёт любой кулер и беспокоиться о перегреве не нужно. Разумеется, о требовательных играх или работе в профессиональных приложениях думать не стоит. Процессор абсолютно для этого не предназначен. Хотя некоторые покупатели отмечают, что в старые игры можно поиграть. Пусть и придётся ограничиться HD-разрешением. Но если высокая производительность и не требуется, однозначно на него стоит обратить внимание. Продаётся в комплектациях OEM и BOX, но разницы в цене между ними практически отсутствует. В некоторых магазинах она составляет даже меньше 500 рублей. Да, игровым или профессиональным этот процессор не назовёшь. Но для медиастанции или просто офисного компьютера, от которого не требуется большая производительность, этого будет достаточно. Хотя выпущен он был ещё в далёком 2018 году, всё ещё остаётся достойным внимания решением при сборке бюджетного ПК. Пятое место досталось AMD Ryzen 3 3300X BOX. Без встроенного графического ядра, но зато куда более производительный, чем Atlan 200GE. 4 ядра и 8 потоков с максимальной частотой 4300 МГц и разблокированным множителем. Кэш памяти здесь также больше – уже 2 мегабайта L2 и 16 мегабайт L3. Процессор позволит поиграть в нетребовательные новинки и старые игры. Разумеется, простые задачи вроде серфинга в интернете и офисной работы также не составят проблемы. Но для особо тяжёлых профессиональных задач этого процессора может не хватать. Процессор изготовлен по новому техпроцессу T7C 7 нанометров. Так что TDP здесь всего на 65 Вт. Процессор обещает быть достаточно холодным. И даже простого алюминиевого радиатора с кулером ему вполне хватит. Кроме бокс-версии, есть также EOM-версия, то есть без кулера в комплекте. А дешевле он в среднем на 500-1000 рублей. Насколько это того стоит, решать покупателю. Цена – 16000 рублей. Это хороший процессор для тех, кто хочет играть в игры, не требующие большой вычислительной мощности процессора, серфить в интернете, выполнять несложные манипуляции в графических редакторах и делать всё, что делают на домашнем компьютере. Проблемой выступает отсутствие встроенной графики, что вытекает в необходимость покупки отдельной видеокарты. Учитывая цены на них, было бы странно не отнести это к серьёзным минусам. Но если видеокарта есть или её можно приобрести, это достойный внимания процессор. На четвёртом месте твёрдый среднебюджетник AMD Ryzen 5 3600 OM. Он вполне может называться игровым процессором. 6 ядер, 12 потоков, максимальная частота – 4200 МГц. Множитель разблокирован. 3 МБ L2 и 32 МБ L3 кэша. Тепловыделение, как и у 3300X – 65 Вт. Техпроцесс также новый – 7 нанометров. Можно поиграть в любые новинки на высоких настройках, но придётся разжиться видеокартой. Насчёт профессиональных приложений тоже всё не так плохо. Если задачи не самые тяжёлые, а программа поддерживает мультипоточность, процессор может себя хорошо показать. Из важных плюсов – поддержка PCI-E 4.0. Так что совместимые видеокарты и NVMe SSD будут работать куда эффективнее. Цена – 20 000 рублей. Есть также версия с кулером, в среднем она дороже на 1000 рублей. Также стоит сказать, что цена на процессор поднялась с момента выхода. Процессор – отличный выбор для геймеров и тех, кому важна производительность в многопоточных задачах. Для этого Ryzen 5 3600 оснащён 6 ядрами и 12 потоками, пусть и на частоте в 4200 МГц. К тому же разгон никто не отменял. Проблема только в том, что отсутствует видеоядро, но если видеокарту заиметь возможности нет, рассмотрите следующую модель в рейтинге. Третье место. AMD Ryzen 5 5600G. Если денег на видеокарту нет, а поиграть хочется, то Ryzen 5 5600G за 25 000 – это то, что вам надо. Те же 6 ядер и 12 потоков, тот же 7-нанометровый техпроцесс. Частота на 200 МГц выше составляет 4400 МГц. Но при этом есть встроенное видеоядро Radeon Vega 7, что позволит комфортно играть в 720p, а в нетребовательных играх даже в 1080p. Что касается профессиональных приложений, ситуация точно такая же, как и у 3600, хоть производительность на ядро и выше, но не намного. Одним словом, зависит от задачи. Также стоит отметить, что L3 кэш у этого процессора меньше, чем у 3600, всего 16 МБ. И нет поддержки PCIe 4.0. Некоторые покупатели также отмечают несовместимость с материнскими платами на чипсетах 400-й серии. Но, судя по всему, это зависит от производителя материнской платы. При покупке стоит это учитывать. В остальном же, процессор даже мощнее, чем 3600 при всё тех же 65 Втах тепловыделения. А наличие видеоядра позволит использовать его без видеокарты, что с учётом нынешних цен на них является очень даже весомым плюсом. Процессор продаётся как в комплекте с кулером, так и без него. Разница, как обычно, в зависимости от магазина составляет от 500 до 1000 рублей. Это будет отличным выбором, чтобы пересидеть кризис видеокарт и поиграть в нетребовательные игры. А в целом, за свои деньги, это отличный выбор при отсутствии видеокарты. На втором месте AMD Ryzen 9 5950X. Это самый мощный, но при этом самый дорогой процессор в топе. Разумеется, здесь не обойтись без мощного охлаждения, ведь хотя изготовлен он по техпроцессу T7C 7 нанометров, CDP процессора все 105 Вт. Но и стоимость в 70 тысяч рублей может отпугнуть рядового покупателя. Учитывая, что у процессора 16 ядер и 32 потока, которые работают на максимальной частоте в 4900 МГц, цена и тепловыделение вполне оправданы. Множитель разблокирован, можно спокойно выжать больше, если охлаждение и система питания позволят. Кэша также предостаточно, все 8 МБ L2 и 64 МБ L3. Поэтому процессор справится с любой задачей, с играми на максимальных настройках и тяжёлыми инженерными вычислениями. Как в однопоточных, так и в многопоточных задачах процессор обходит как любого из представителей этого топа, так и любой другой процессор на рынке. Хотя, конечно, придётся обзавестись отдельной видеокартой, так как встроенной в этом процессоре нет. Важно это или нет, но процессор, как и все модели рейс, рейтинга продаётся в ОМ и бокс-версиях. И хоть разница в 1000 рублей может показаться несущественной, на фоне стоимости процессора, она всё же есть. Если бы не цена, 5950X точно занял бы первое место. Это самое мощное из возможных решений. Не только среди процессоров AMD и моего топа, но и в целом на рынке. Цена у него соответствующая. Недостаток один – отсутствие встроенной графики, но если денег на неё нет, рассмотрите процессор на первом месте в рейтинге. В остальном же, если стоит цель получить максимальную производительность, не обращая внимания на цену, 5950X – лучший выбор. Первое место досталось AMD Ryzen 5 5600X за лучшее соотношение цены и производительности. По сути, является более мощной версией Ryzen 5 5600G, но без видеоядра. А стоит столько же – 25 000 рублей. Ядер и потоков столько же – 6 и 12 соответственно. При этом максимальная частота ядер выше и составляет 4600 МГц. L3 кэша также больше – 32 МБ. Поддержка PCIe 4.0. Но самым главным плюсом среди всего этого является тепловыделение. Техпроцесс TCMC 7 нанометров позволяет сохранить тепловыделение на отметке в 65 Вт, которые можно охладить кулером с алюминиевым радиатором. Так что тратиться на мощную систему охлаждения не придётся. Для игр будет однозначно лучшим выбором из представленных в рейтинге. Да и профессиональные приложения порадуют быстрой работой. Производительность очень близка к более дорогому Ryzen 7 5800X, из-за чего этот процессор так популярен среди геймеров. Отрицательных отзывов об этой модели тоже мало. Даже при отсутствии графики можно без зазрения совести назвать его лучшим процессором топа, за что он и занимает почётное первое место. Процессор является лучшим по соотношению цены и производительности, пусть и в разы слабее, чем 5950X. Он куда дешевле, плюс нетребовательный к охлаждению. Это и выводит его на первое место топа процессоров AMD на 2022 год. Это был рейтинг лучших процессоров AMD на 2022 год. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!